Всем привет! На связи все еще Алиса. И сегодняшнее видео будет даже в два, а то и в три раза интересней, поскольку мы будем распаковывать вот эту огромную коробку посылку из Америки с куклами и другими вещичками. А как я знаю, вы любите распаковки. Не забудьте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А если вы досмотрите видео до конца, то там будут кликабельные ссылки, где я подобрала для вас интересные рубрики канала Белевикс. Ну а теперь можно приступать к вскрытию! Тут вся коробка просто забита разными вещичками. Сейчас все посмотрим. На самом деле сейчас я очень заинтригована, наверное, больше, чем вы, потому что я не знаю, какие куклы тут лежат, поскольку заказывала мама себе в коллекцию. И да, я помню, кто-то кидал фишку такую. Пусть мама твоя создаст канал. Прикольно, мне нравки. Первое, что я вижу, вот такая вот коробка. Вау! Кстати, она очень интересно открывается. Это безумные арты, безумные фотографии, все очень клево. И это Goddess of the Galaxy, то есть богиня галактики. Вау! По фотографии просто уже как-то рисовывается картинка, как она будет выглядеть. Ну, ребят, смотрим. Открывается она нереально необычным путем. Что ж она не открывается? О! Ого! Вау! Я просто сейчас обязана передать привет моему знакомому другу. Короче, Бига, привет! Тебе не хватает этой куклы в коллекции, я прям вот уверена. Бига, Садамаза отдыхает. Угу. Посмотрите на эту куклу. Все такое металлическое, блестит. Ааа! Это просто трэш. Главное, уборочиво стоит. Вау! Кстати, что самое интересное, к ней набор прилагается еще такой сертификат на куклу. Такое ощущение, что я держу в руках какую-то вообще супер драгоценную вещь. Эта кукла выпущена в 2011 году. Она мне чем-то напоминает Леди Гагу. Вот прям зомби Гага это тема. Посмотрите на эти скулы. А еще у куклы есть настоящие ресницы. Что ей достаточно идет. Окей, смотрим дальше. И... Вы только посмотрите! Виджет двух куколок. Так далеко шла посылка так долго, и нельзя было нормально запаковать. Ладно, не будем нервничать. Все с ними окей. Итак, это Клодия или Клавдия Вульф и... Клод Вульф. Эти куколки из сета A Pack of Trouble. И вы, наверное, спросите, во-первых, почему куклы открытые. Во-вторых, где Хоулина, где Клодин? Итак, отвечаю на вопросы по порядку. Эти куклы пришли ко мне от моей знакомой из Америки. Она является отчасти так оакером. Пытается что-то делает, пробует. Она заказала себе этот набор, потому что он что-то там по дешевке вообще был. И она делала оак из Клодин Вульф, из Хоулин Вульф. Но и так как ей были не нужны эти ребята, то она прислала мне их. Состояние у них отличное. И, наконец-то, эти ребята пополнят ряды мастряшек. Клавдия мне безумно нравятся шикарные волосы. И ей очень идут очки. Красота. Страшная сила. Посмотрите на его ручки. Типа тусе, тусе, ребятки. Я его разделала случайно, блин. Извини. Ребята просто отличные. Что ж, это просто отличный подарок. Спасибо тебе огромное, если ты сейчас смотришь это видео. Уверена, они обязательно приживутся на полочке и будут активно принимать участие в моих видео. Баблы это вещь приятная, конечно. Ах, б***ь. До свидания. Я вижу, вы не поверите. Вы не поверите, что я вижу. Я вижу черные коробки. А, кстати, вам не снились черные коробки во сне? Мне нет. Слава богу. Ух ты. Итак, Haunted Beauty Vampire. То есть это вампир из коллекции Плененная красота. Если вы являетесь активным моим фанатом и смотрите все мои видео, особенно по ссылке, то, конечно, вы уже видели кукол из этой серии. Офигеть, вы посмотрите на нее. Ух, ну она жгучая брюнетка. Прекрасное красное платье. Еще в наборе к ней прилагается подставка. И, как вы догадались, это вампир. У нее клыки, бордовая помада добавляет ей вообще особого такого пафоса. Ух ты. У нее еще кольцо есть на пальце. Из бриллиантика. А еще мне нравится, что у нее именно черный фон. Поскольку вот у этой девчонки такой лимонный кислотный. И, ну честно, как-то не смотрится. Мне кажется, если бы был какой-то белый фон, ну или серебряный, окей, было бы намного эффектней. Видать, производитель хотел сделать акцент именно на кукле. Многие сейчас скажут, боже мой, это же ужас. Я привыкла, как бы, Дракулаура, окей, вот вампир. Еще одна куколка из данной серии Плененная красота призрака. О, вы не поверите. Про эту девчонку я уже рассказывала вам. Так, в нами, как говорила немножечко. Это гоуст, это привидение. И они тяжело открываются на самом деле. Такое ощущение, что вот когда дизайнеры придумывали это платье, они просто собрали все занавески из своего офиса и понакромсали их. Кусочки собрали, склеили. Готово платье. So easy. На самом деле она выглядит неплохо. Вы посмотрите, цепи, они, правда, немножко болтаются по коробке. Тираж этой куклы 5700 на весь мир. Теперь мамой собрана вся коллекция Плененная красота призраков. Поздравляем ее. Ну а если вам будет интересно посмотреть коллекцию Барби, то обязательно напишите это в комментарии. Мне уж самое интересное, как это будет выглядеть. Что же я вижу дальше? Вот в этих баблах собрались маленькие крохотные корабульки. Да-да-да. Именно так мы их будем называть, потому что мы решили заказать часы коллекционные Барби. Ууу, я бы такие не прочь поносить. На коробке написано, что они стоят по 50 долларов. Но мы люди умные. Мне нравятся такие. Мне кажется, я на Али видела наподобие. Ну, ладно, ладно. И посмотрите, как они упакованы в отдельную коробочку. И все так надежно спрятано. Я думаю, каждый любитель Барби помечтал бы носить такие часики. Это вообще супер. А какие часики нравятся вам больше всего? Напишите в комментарии. Лично мне кажется, что первый вариант, он более такой молодежный. А второй, что-то из 80-х, 90-х годов. Вопрос о 90-х, как раз он всегда очень важен, когда речь идет о распаковке посылок. Итак, это Pink Eyes. Вау, очень клевая картинка. Это кукла 1996 года. А коробка такая легкая, словно там прячется пушинка. Ну, так оно и есть в целом-то. Мотел. Ну, удиви, удиви, пожалуйста. Как я вижу, у нее уже есть ресницы. Я люблю куклы с ресницами на самом деле. Уху! Да, у нее, правда, есть реснички, правда, едва заметные. И у нее даже есть подставка в наборе. Ммм, интересно. Ее платье обшито бисером. И все такое в розовых, нежных тонах. В общем, глэм-девчонка с завитушками на голове. Уху! Я уверена, она куда-то собралась на бал. Вопрос, где ее туфельки? Что ж, она милашка. Согласитесь. Я думаю, эта куколка в коллекции мамы обязательно найдет свое шикарное место. Ну, а мы продолжаем смотреть. Вау! Какая кукла! Уху! Это... Шок! Итак, это Триза Торнвиллу из коллекции Гарнин Гулс. То есть, садовые монстры. Слушайте, пока я монтировала это видео, я уже сняла обзор на эту куколку. Если вам будет интересно посмотреть его, то обязательно переходите в описание, и там я оставила для вас ссылку. Я, знаете, сейчас просто в нереальном шоке, потому что я не думала, что кукла будет такая большая. Это даже не Дракулаура делюксовая, это не Гулиопа, это не стандартная кукла и не Нинефер. Она что-то среднее. Все ее тело детализировано под настоящее дерево, потому что эта дочь дерева нимф. Она может расти благодаря своим особым механизмам в ее теле. У нее сзади есть такие крылышки в виде ветв, а на них разные жучки, насекомые. Хочется ее поскорее открыть, посмотреть, как это вообще выглядит. А еще с правой стороны коробки есть такая рельефная надпись Monster High. Кстати, тут новое оформление и новый девиз школы монстров. Everyone is welcome, то есть каждому рады. Так, тут инструкция и биография куклы, но с ней мы познакомимся с вами немножко позже. Она такая улыбающаяся и стесняющаяся одновременно девчонка. Думаю, она многим понравится. Наконец-то годнота! Так-так-так, сюрпризы для меня и для вас не заканчиваются. Не переключайтесь, потому что тут есть... У-у-у, сейчас вам покажу кое-чего. О-о-о, вот это у нее масштабы. Бархат, вау! Она тяжелая, как будто бы я сейчас держу килограмм кирпичей. Ха-ха, шутки про кирпичи! Ха-ха! Смотрим! У-у-у! Ой, так... Так... Тут написано love, любовь. Это спортивные девчонки. У-у-у, блондинки еще и уги! Подружек прям вот меня и мою подругу. Ха-ха-ха! Удивительно! У них на пальцах разные стразы. Девчонки такие богатенькие, судя по всему. И собачки даже в набор ходят. Они пришли с какого-то шоппинга, потому что у них столько сумок, столько вещичек новеньких. А на лице мне больше всего нравится шатенка. И эта серия называется Juicy Couture. Не хухры-мухры. Сзади, посмотрите, в форме сердца тут все написано once upon a time, in a land, far и так далее. Не буду читать, потому что это... это надолго. А обзоры на кукол Monster High, Ever After и Barbie смотрите на моем канале Белевикс. Так что скорее подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. А также ставьте лайк под этим видео, чтобы я знала, понравилось ли вам или не очень. Также я буду очень рада, если вы напишите мне в комментарии, на какую куклу вы хотите посмотреть обзор. Ну а я буду лайкать вас и отвечать. Также подписывайтесь на мои социальные сети ВКонтакте и Инстаграм. Там я выкладываю очень много фотографий, спойлеров, историй и тому подобное. Ссылки будут тут и в описании. Всех вас очень-очень люблю. Be cool and crazy. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok